Поговорим о настроениях в России. Наш следующий гость Марк Фейгин, российский юрист и блогер. Здравствуйте, Марк Захарович. Здравствуйте. Рад приветствовать. Чем опасна для Путина вот такая растущая масса россиян, желающих прекращения войны и не понимающая ее смысла и цели? Я напомню, что с августа число сторонников мирного пути в России выросло почти в три раза. И сейчас это уже 58% опрошенных соцопросов БК. Чем они опасны? Видите, мы должны делать скидку на то, что общественное мнение, даже меняющееся и пусть даже отчасти не в пользу власти, оно остается в общем и целом не влияющим на позицию этой самой власти. Власть может его игнорировать. Это определенно. В угон своих же интересов. Потому что, а какие пути влияния этого общественного мнения на принятие решений? Они нулевые. Это не значит, что власть игнорирует это. Она как раз маневрирует подстраивать к этому. Пример того, что они постоянно заявляют о том, что новой волны мобилизации не будет. Хотя по факту мобилизация идет, может быть, не так интенсивно, как это было, естественно, после 21 сентября. Но она происходит. В общем, люди выцарапывают и по отдельности ведут учет. Некоторых даже умудряются отправлять. Этот процесс неостановимый. Но, в принципе, так или иначе, конечно, общественное мнение, даже меняющееся, пока в нем нет организованного начала, оно на эти решения не влияет. Но все равно, посмотрите, Амар Захарович, наверное, на Путина все-таки как-то давит эта цифра и этот опрос. Не спроста же он впервые за последние 10 лет отменил свою традиционную итоговую пресс-конференцию. Наверное, это тоже следствие вот таких антивоенных настроений? Конечно, но отчасти, потому что, вы же понимаете, ему не с чем выходить. Даже если бы было 90% за поддержку войны, но не было бы военной удачи, не было бы побед, не было бы захватов территории или каких-то населенных пунктов значимых. Выходить с Курдюмовкой, как это делает Шойгу, нет никакого смысла. Нет, но прописали бы вопросы, как это обычно. Пригласили бы самых проверенных, самых лояльных. Или в них уже сомневаются? Картинка не будет выглядеть убедительной. Вот в чем все есть смысл. Ты можешь, так сказать, набрать ее аудитории, говорить по суфлеру и так далее. Но вопрос же заключается в том, что картинка неубедительна. Вот смотрите, пример. Он, значит, в Георгиевском зале стоит, под агрическими пальцами сживает фужер, произносит какие-то тосты, произносит какие-то речи и так далее. Она уже не выглядит убедительной, потому что все это имеет значение только на фоне каких-то побед. Понимаете, что вот мы все ближе к Киеву. Вот смотрите, это, то, все. А это перестает быть убедительным, когда ты оставляешь Херсон. Понимаете? И они тут очень тонко чувствуют и понимают, что лучше помолчать. Вот судите сами, почему он по сей день не прокомментировал оставление Херсона? Он же не сказал. Песков заявил, идите все к Шойгу. Это все решение принимает Суровикин, Шойгу, командование, Минобороны и, соответственно, Генштаба. Ну, потому что что он скажет? Херсон русский город, но мы его должны оставить. А зачем оставить? Почему вы его не защищаете всеми имеющимися силами? Тем более вы два с половиной месяца назад объявили мобилизацию. Ресурс-то есть? Ну, по вашей-то словам, по вашей логике. Поэтому, вы понимаете, тут бинарная ситуация. С одной стороны, конечно, общественное мнение не может не влиять. Они его учитывают. Они, так сказать, рихтуют свои, маневрируют с планами, чтобы, не дай бог, не раздражить до степени, которая станет угрожающей это самое население. Но, с другой стороны, они не будут менять свой план в угоду только исключительно того, что народ боевать не хочет. Да мало ли, что он не хочет. Ну, гонят же, понимаете? Все равно идут. Все равно едут. Поэтому, представьте себе, что откажется, например, от второй волны мобилизации, если, например, ВСУ пойдет на ТАКМАК и на Мелитополь и скажет, ну, нет же, общество не хочет помирать. Отправлять новую волну мобилизованных не хочет, противится этому. Не будет этого. У Путина нет хорошего выхода. Понимаете? Он все равно будет совершать действия, которые будут подспудно, подропот, не нравятся населению. Но он это будет делать. Но все равно вот в этом отказе от пресс-конференции чувствуется какое-то, не знаю, может, лично мое мнение. Он даже не верит своим вот этим некогда покорным псам, медийщикам, которые теперь не подгакивают. Он боится, что вдруг сейчас начнут огрызаться. Понимаете как? Не уверен он в них. Не уверен он теперь, мне кажется, в СМИ. Надо разделить технологический вопрос и форматный. То есть технологический заключается в том, можно ли организовать большую пресс-конференцию, пустить на нее только самых лояльных, дать им бумажки, Песков даст, заранее отрепетирует, они зачитают вопросы, он заученный или там по суфлеру ответы. Это можно сделать. Но судите сами, насколько это будет на фоне вот этих неуспехов выглядеть контрастом. Потому что главная проблема, например, советской системы, потому что они по телевизору продолжали рассказывать о рекордных урожаях, а люди стояли в очереди по талонам. Понимаете? Нельзя делать картинку, слишком контрастирующую с реальностью. И они это понимают как раз. И это опыт как раз еще советский. Ни в коем случае не надо создавать слишком радикальную разницу. А с чем он выйдет? Да, у нас есть погибший. Сколько? Шесть тысяч? Да, мы, так сказать, собирались два-три дня завершить операцию, там, не знаю, в неделю или в месяц. А она уже уходит на следующий год. Да, уже десять месяцев скоро. С таким нарративом-то он же не может выйти? Да, и погибших не шесть, а к Новому году будет больше ста тысяч. Он не может с этим выйти. А говорить, продолжать, что все идет по плану, ну, только он и так это говорит. Это не для большой пресс-конференции. Естественно, ему не с чем выходить. Но не с чем не потому, что они не могут это подготовить, и это невозможно создать, и там какая-то импровизация будет, и неожиданность. Может, они и будут, но не до такой критической степени. А просто нету месседжа, нет послания. Сейчас он, кстати, вот только что я перед вашим эфиром посмотрел, что заявил Песков. Он говорит, нет, это не подтверждает информации про обращение к Федеральному собранию 27 декабря. Реа Новости заявляет, будет его выступление. Но это перед своими, это вообще закрытый клуб. Ему написали по бумажке, там ни вопросов, ни ответов. Но он, так сказать, без всякой импровизации зачитал, сошел с трибуны, ушел. Но даже и на это он не сподоблю. Хотя по Конституции обязан ежегодным посланием выступать. Ну, перенесут на январь. Подождут, пока возьмут Бахмут, чтобы хоть что-то демонстрировать. Или с Запорожской АЭС уйдут. Вы читали, да, Sky News сообщает со ссылкой на Макрона, что якобы отводит все тяжелое вооружение с Запорожской АЭС. Я думаю, я и прогнозировал. Я не знаю, ведь нет, я в разных местах говорю, они договорятся по Запорожскому. Потому, что с тот получит замену. Наверняка они требуют то ли аммиакопровод, то ли какое-то послабление по санкции. И на это пойдут навстречу в этом вопросе. Я убежден, что в этом вопросе на частичное послабление каких-то отдельно санкций пойдут. Потому, что никто не хочет рискать. Европа боится просто, что рванет. И ядерное облако полетит как раз на Францию, на Германию. Куда? На всю Западную Европу. Они этого боятся и готовы здесь уступать. ЖДИ касается. Опасность такого. Фантомные боли 1986 года по Чернобылю. Но все равно это не выглядит, если это случится, как то, что Европа уступила или Украина уступила. Все равно будет очередной проигрыш, очередной жест, так сказать, в кавычках. Они на это идут. Слушайте, они Херсон оставили. Это гораздо болезнее, чем 10 запорожских АЭС, если честно. Потому, что это кусок территории приличнейший. Это весь правый берег. Это единственный региональный центр, который был взят с начала 24 февраля. Так называемые спецоперации. И то пошли на это. Понимаете? А на этом фоне уж какая-то Запорожская АЭС уйти на ревизионное расстояние. Там на 50. Могут. Могут. Ну, они, может, договорят, что и украинские войска не будут заходить на территорию Запорожской АЭС. Я ни этого не исключаю. Но так или иначе, на такое они могут пойти. Все остальное уже является, ну, как бы, игровым элементом. Конечно, власть у России не может слишком сильно идти против этих настроений общественных. Пусть и население подневольное, но слишком сильно его макать они тоже не могут. Но они это, как сказать, они по чуть-чуть это делают. Они делают все то же самое, объявляя совершенно другое и делая по чуть-чуть. Не разовым образом там полмиллиона призвать. А вот, знаете, 200 тысяч, еще 50, еще 10, еще 10 и так далее. Ища способы к действительно мирным переговорам, чтобы сказать, ну, вот, мы сделали Азовское море внутренним бассейном, как он сказал. Вот, мечта Петра. А что вы еще хотите? Вот это и есть цели операции. Гиркин же как сказал, да? Притом, при всех к нему, так сказать, понятно, кто такой Гиркин. Но, говорит, я же побывал на фронте, никто не понимает цели операции. Мы же с вами вот это постоянно обсуждаем. А почему? Он говорит, власть это делает сознательно. То, что и мы много раз говорили. Послушайте, а почему Гиркину не вменяют в статью о дискредитации российской армии? Он столько наговорил за последнюю неделю. Лично, и по Шойгу, и по Герасиму, по Суровикину, по всем проехался. Яшину 8,5 лет дали. А тот ничего не сказал. Он свой человек для Кремля. Он говорит то, что надо? Или он просто такой самостоятельный? Он же полковник ФСБ. Ну, как он может быть чужой, если он полковник ФСБ? Ну, конечно, и даже полковники ФСБ могут съехать с ГУЗу, и их надо будет как-то усмирять. Но он выполняет задачи Лубянки, которая борется с Минобороны и пытается... Не потому, что они так уж ненавидят Минобороны или что. Это чехать они на них хотели. Они хотят себя, ответственность за поражение, переложить на Миноборону. Это же не мы воюем, говорит Лубянка, языком Гиркина. Это воюет Минобороны, это форнерный, или как он его называет, картонный маршал Шойгу и так далее. Это же не Лубянка воюет. Воюет система Минобороны, как институт. И они проигрывают. Не надо только ни мы, ни Лубянка, ни ФСБ. Вот он эту мысль пустил и пидаром, но выражает. И это всех устраивает. Ну как, а может это надоест и не будет уже устраивать Минобороны? И военные, не знаю, как в Перу сейчас замутят какой-нибудь свой госпереворот. Такое может быть? Ну, устанут быть козлами отпущения. Все возможно. Все возможно, так сказать. Но когда это уже произойдет, уже поздно будет на эту тему дискутировать. То есть не станет Гиркина, просто поставит к стенке и расстреляет. Понимаете? Но это другая ситуация будет. Сейчас это значит кому-то выгодно. Очевидно, кому. Это выгодно Лубянке. Где он является просто своим. Он под кураторами. Он ходит туда каждую неделю, отчитывается, что он говорит, почему он говорит и так далее. То есть эта система так работает. Может быть она дает какие-то проскоки. Она как-то проворачивает не туда. Но в целом Гиркин является элементом этой системы. А никак не ее каким-то чудеродным механизмом. Если бы он не был полковник ФСБ, он сел бы рядом где-то в диапазоне недалеко от Яшина. Понимаете? Но он свой. Поэтому мы разрешили это говорить. Он и говорит то, что разрешено. И поэтому здесь нет никакого противоречия. Другое дело, что, конечно, он рассказывает то, что есть на самом деле. Вот есть победные реакции. Все идет по плану. Он уходит и говорит. А мосты-то нечем, говорит, российской системе Министерства обороны, российской урожайной силы. Днепр. Помните? Он про мост. Про Днепр рассказал. А у нас, говорит, нет таких средств, чтобы попадать прямо в мост. Ну как? Ну если их нет. Понимаете? У них хаймерсы есть, а у этих нет. Они, говорит, с такой точности не стреляют. Ну и что ты тут сделаешь? Ну это же очевидная реальность. Которая, ну с ней ничего нельзя поделать. Понимаете? И ровно все остальное такое же. Поэтому ему разрешают говорить, как есть на самом деле, под другим критическим углом. Но направленным, прежде всего, в сторону Министерства обороны. Что оно плохо воюет. Я вот специально его проанализировал. Или это выступление? Он везде, где говорит о Лубянке, говорит, ну да, там идут тоже процессы. Там уже профессионалы уходят. Но это законная критика собственного ведомства. Это обоснованно. Что у нас тут все коррумпировано. Надо как-то обновлять состав. Это нормально. А вот вину за поражение и за все он возлагает на Министерство обороны. Прежде всего на Шойгу, ну и на Генштаб отчасти, на Генералитет. А это уже и разрешенная вещь. Понимаете? Вот это уже на это надо спрашивать разрешение. Еще один важный отказ, где теперь не Путин отказался от него. Отказались Индия. Отказалась от участия в традиционном саммите с Россией в конце года. Мы знаем, подобные встречи проводились ежегодно. С 2000 года, да, более 20 лет. И вот сейчас все. Хотя мы знаем, что отношения между Делией и Москвой всегда были очень теплыми. С советских времен еще. Потеря, да. Потеря вот сейчас Индии. Отказ премьер-министра Моди стоять вместе с Путиным. Что это за сигнал для Путина? Ну, это предельно болезненный сигнал. Он отражает отношения, безусловно. Причем в средах и в местах, где, ну, в принципе, честно говоря, прежде считалось, что что там угодно. Можно делать хоть детей есть. Там другие отношения. Это же не коллективный Запад. Индия, конечно, меняется. И я уже говорил там долгие годы про американское правительство Моди. И оно проамериканское. И оно, в отличие от всех предшественников, целых семей. Что это не брахманы семей. Там Ганди и Неру держали, так сказать, весь политический класс. Но Моди очень не спешен в своей экономической политике. Он популярный. Благодаря Америке. Благодаря отношениям с Соединенными Штатами. Там и технологическая достаточно серьезная реформа идет и так далее. А уже вот прокомментировал. Я вам сейчас прямо с кремлевского ресурса скажу. Тут какой-то Руденко, замминистра иностранных дел Российской Федерации. А нет, говорит, никакого нет. Планов не было, говорит, встречаться. Понимаете? У него, говорит, планов не было встречаться. Ну, погодите. Насыщенный график. Насыщенный график. Или какой там у него график. Им же надо что-то говорить. Что вот, ну, как это, Моди. Да, вот, в Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию в этом году был отменен. Такого визита и не планировалось, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Вот ответ. Это, кстати, если бы они промолчали еще как-то про канал. А поскольку они вот таким образом неуклюжим оправдывают, совершенно очевидно, что это и болезненно, и до известной степени неожиданно. Может быть, нами ожидаем после саммита ШОС, где ему лично на Моди высказал, что надо бы войну прекратить и прекратить ядерные угрозы. И риторику весь этот шантаж. Да, но здесь это просто уже жест. Это уже не просто какие-то слова. Это уже очевидно, что встречаться с тобой нет никакого мотива. В общем, награда лузер года или неудачник года для Путина от политика совершенно справедливая, заслуженная. Ну, а что может быть больше для политика, чем проиграть войну? То есть, он может это трактовать как временный неуспех. И его окружение может говорить, ну, погодите, еще там чего-то. Но на самом деле за почти 10 месяцев войны значимо не добиться ничего, кроме как оккупации, небольшой по отношению к прежде оккупированным территориям, части там нескольких областей. Ну, я имею в виду Запорожской и Херсонской. Ну, фактически это Мариуполь, Мелитополь, то, что происходит в Донбассе, там такая через полосица, может быть, частично Луганск, и то там маленький кусок они кусали. Но 50%, меньше 50% Донецкой области, как было под их контролем, остальное под контролем Украины, так и остается. То есть, это очень такое, как бы сказать, переменная составляющая. Поэтому он лузер года именно в силу того, что планы были стопроцентные, а он из них добился, ну, в лучшем случае, процентов 7-9. Ну, может, максимум 10, давайте назовем. Помудрился весь мир и настроить против себя. Скажите, а вот Путин действительно вот этим своим варварством, непредсказуемостью, глупостью, этим шантажом ядерным, когда вроде замолчал сейчас опять два раза на прошлой неделе что-то сказал про ядерное оружие. Он наверняка уже всем надоел, надоел сильным мира сего. Скажите, пожалуйста, возможно, что сильные игроки, такие же, как Китай, Индия в том числе, могут разработать, ну, не знаю, план зачистки Путина, убрать его, чтобы всем было спокойнее? Смотрите, он уже отчасти реализовывается, просто не в том представлении, как мы об этом можем судить, взять и убить его. Я не думаю, что об этом идет речь. Почему? Потому что у этого есть объективные препятствия, да? То есть, нельзя просто его взять и убить. Вот, в силу традиций, практики, иммунитета, много чего еще. Ну, очевидно, что можно сделать это с каким-нибудь главой Сомали или Судана, а вот с российским президентом это сделать сложно, это ядерная все-таки страна, и тут свои риски. Но значит ли это, что не предпринимаются вообще никакие усилия по смене Путина? Какие-то усилия предпринимаются. Ну, может быть, Китай по-другому на это смотрит. Это ему как раз Путин выгоден. Пусть он будет очень слабый, беспомощный, постоянно обращающийся к Пекину за помощью, да? За защитой, за поддержкой. Китаю скорее выгоден. Всем остальным коллективам, у Запада. Ну, как бы идеальный для них вариант. Это если бы плавно спустить на тормозах и войну, и его президентство. То есть, пусть придет хоть черт с рогами, там какой-нибудь Патрушев, сын Патрушева, потом разберемся, рассуждает Запад. Но это по-любому будет лучше, хоть какая-то перемена, нежели сохраняющийся Путин. Логика там такая, да? Что они для этого предпринимают? Видимо, что-то все-таки предпринимают. Потому что на самом деле, вы понимаете, Путин оказался в геополитическом окружении. Если с ним на рендер моде не хочет встречаться, и вот первые сегодня появились сообщения, что якобы он и с Пекином планировал какой-то визит встретиться с Си Цзиньпином. Но говорят, что уже вот прозвучало заявление, я прочитал в чате, что, значит, сказали, нет планов встречи Си Цзиньпина с Путиным, нет. А казалось бы, что же, Путина, если бы позвали, он бы не полетел, как бы радостный на крыльях в Пекин. Да, конечно, полетел. Но просто проблема заключается в том, что с ним действительно не хотят общаться. Тем более так, как он видит этот формат. Вот с ним готовы по телефону разговаривать уполномоченные на то лица, будь то Шольц, но и в большей степени Макрон. Да, но для чего? Эрдоган еще, да. Ну, Эрдоган само собой. Эрдоган вообще самостоятельная фигура. Он в этом смысле не принадлежит коллективному Западу в полном смысле. Да, это не страна-член ЕС, это не такой вот твердый союзник Запада, каким являются сами члены Запада. Он всего лишь членство в НАТО, которое он соблюдает достаточно дисциплинированно. Посмотрите, все споры по поводу вступления Швеции и Финляндии все преодолены. И, так сказать, Швеция и Финляндия прямиком идут, собственно говоря, к утверждению их уже полноценными членами НАТО. Там уже препятствий нет. Там даже Швеция выдала какого-то члена партии Курдистана, этой рабочей партии. Поэтому, а во всем остальном, он имеет собственные интересы в регионе. Он претендует на гегемонию при Черноморье, в Черноморском бассейне, в Закавказье. И он реализовывает очень успешно эту стратегию. Да, но возвращаясь к Путину, все-таки Индия и Китай очень болезненны для него. И это говорит вот уже полная изоляция. Это изоляция, понимаете? Это изоляция, и судьба его будет решаться, ну, скажем так, с использованием тех механизмов и рычагов, которые могут применить вот эти игроки для того, чтобы его устранить. А правда ли, что вот эти игроки, они могли бы, не знаю, назовем, устранить, зачистить, как угодно, сменить режим? Ну, в принципе, буквально, если бы захотели, в течение недели. Но то, что это растягивается, и в этом может просматриваться некий план. Звучала у нас такая мысль в эфире, что это, как бы, такое контролируемая, насколько это возможно, смена режима. Потому что, если как-то внезапно, то непонятно, какие могут быть последствия, понимая, что там, да, ядерное оружие все-таки. Я думаю, да. Я думаю, под этим есть существенные основания. Они бы хотели плавного, повторяю, спуска в какой-то совершенно иной порядок отношений с преемниками Путина. Возможно, они понимают реальность картины, при которой сменить Путина может только человек из его окружения. То, что мы много раз обсуждали, персонального Путина сменит представитель коллективного Путина. Путин же, коллективного Путина сформировал. А кто такой может быть? Вот кто может сейчас действительно, если это как-то возможно, контактировать с Западом? И, вероятно, Запад мог бы себе найти какое-то лицо там? Ну, Мишустин, премьер-министр. Мишустин. Мне он совершенно противен. Это коррупционеры и так далее. Тут не надо искать никаких симпатий и антипатий. И так ясно, как я ко всем отношусь. И многие к ним так относятся. И Запад также относится к коррупционеру Мишустину. Кстати, тоже выход из КГБ. Папа его там напрямую работал. Ну, из всех зол, да? Да. Он же нужен, потому что это хозяйственный чиновник. Он не отвечает за войну непосредственно. Он же не принимал решения о вступлении за Бучу, в конце концов, не отвечает. Поэтому с ним вроде как диалог о санкциях, о прекращении войны можно было бы вести. Но, опять же, главным препятствием для этого является сам Путин. Где Путин и что с ним? И как? Как быстро его можно сплавить? А для этого нужно больше игроков. Этому недостаточно опираться только на хозяйственные фигуры, главы правительства и так далее. Видимо, процесс какой-то идет. Мы какие-то результаты его увидим в какое-то обозримое время. Вы сказали, где Путин. Послушайте, а как он оказался за рулем грузовика на Крымском? Кто там руляет, как вы думаете? Смотрите, у них машины в парке ФСО. Они все с... Как сказать? Ну, как? Там два приводных можно рулить с двух сторон. Я думаю, что там как-то это все контролируемо было. Это же протокольная съемка. Но он проехал два метра. Они сфотографировали, показали. Это же не то, что он там лихачит прям по мосту и так далее. Мы же не понимаем. Но это явно Мерседес. Это, согласитесь, он не Аурус там, не Лада, не Нива. Значит, он сидит за рулем Мерседеса, шикарной машины бронированного Мерседеса. Может, на зеленке снимали, знаете, говоря телевизионным языком? Я ничего не исключаю. Мы уже такие примеры видели. Доказательством тому является... Смотрите, сколько разговоров, потому что он поедет на Донбасс. Песков постоянно комментирует. Песков даже в Луганск летал. Он появился там на несколько минут. А это говорит о чем? О том, что нужно изображать, что он когда-нибудь поедет. Что Путин особочен. Что он ищет способа... Слушайте, Путин в Минск не может поехать. На территорию Беларусь боится ехать. Поэтому, ну, как бы все. Все ненастоящее. Все фейковое. Все для изображения. Насколько они с этим справляются? Ну, как могут. Вот как могут так и справляются. Марк Захарович, коротко. Вчера президент Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, предложил Путину вывести свои войска в канун Рождества. И, мол, это и покажет, чего действительно хотят в Кремле. Войны или мира. Как вы думаете, какой будет ответ? А уже ответили. Песков сказал... Ну, Песков сказал как-то так, что никуда мы не уйдем. Нет, нет, нет. Ничего не будет. Это призыв в пустоту. Потому что... Да, это тоже фигура речи, которая нужна. Продемонстрирует свое миролюбие. Но, как бы, к кому обращаться? К людоеду. Перейди, говорит, на спаржу. Не ешь молодых девушек. Знаете, как в мифологическом, античном эпосе. Так и тут. Это бесполезно. Спасибо. Марк Шейдин был в нашем эфире. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова